Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Как говорится, новогодние праздники закончились, а лишние килограммы остались. Как восстановиться после Нового года – тема нашей сегодняшней передачи. И в этом нам помогут тренер фитнес-клуба Вадим Хабибуллин и врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Незванова. Первый провокационный вопрос мне хотелось бы начать такой. А что же важнее – спорт или питание? С чего же все-таки начать? Кто будет первой отвечать? Мои знакомые убеждали меня, врача-диетолога, что вообще питание не очень важно. Можно просто ходить в фитнес-зал, тренироваться, и вес сам уйдет. Поэтому я вот доказывала обратное, ну вот. Что все-таки нужно начинать с питания? Нет, я хотел, я говорил о том, что мужчинам, по секрету только нашей передачи, возможно, поможет физическая активность, если сохранится тот же ритм питания. И если у них хороший уровень тестостерона. А вот женщинам никак не обойтись без питания. Вадим? Ну, я бы, наверное, начал конкретно с какой-либо цели, но если даже это все откинуть, я хочу сказать так, то, что важно соблюдать просто баланс. Обязательно питание на первом месте должно стоять и физическая активность как добавление. Но мои рекомендации как тренера, то, что нужно абсолютно всем заниматься фитнесом, ну, не спортом, а фитнесом. Ходить в зал, начиная с каких-то простых упражнений. Не вредя своему здоровью. Не вредя своему здоровью ни в коем случае, да, конечно же. То есть питание и фитнес – это залог успеха. Хорошо. Вадим, вот какие упражнения не выходя из дома могут сделать как мужчины, так и женщины, не вредя своему здоровью? Тяжелый очень вопрос, на самом деле, потому что все это индивидуально. Ну, скажем так, среднестатистические люди, которые в целом здоровы, грыжи у них нет, спина не болит. В общем, так. Ну, хорошо. Я бы, наверное, сказал так. Одно из самых доступных и абсолютно практически для всех людей, кто может это делать, упражнение – это ходьба. Если ходить 10 тысяч шагов в день, это уже огромный будет вклад в ваше здоровье. То есть вы за прогулки на свежем воздухе в первую очередь? Конечно же. Ну, кто-то может заменить их на прогулки по… По дому. Да. Дома или же, например… По лестнице. По беговой дорожке, по лестнице. Также не стоит отметать такие вещи, как уборка по дому, потому что пока вы моете полы, вы тоже так же теряете довольно-таки много калорий. И при этом вы не ощущаете огромную нагрузку на свой организм. Это помогает немножко и растянуться вам, в разных позах это сделать. И, в общем, это будет только на поле. Девочки, делаем генеральную уборку как можно чаще, особенно после Нового года. Это в первую очередь полезно же для нас. А вот скажите, вот такие упражнения, как планка, например, или приседания? Да, если вы умеете приседать, если вы, в принципе, можете стоять в планке, напрягая именно те группы мощных, которые нужно напрягать, то… Сколько по времени в планке желательно стоять каждый день для достижения хоть какого-то эффекта? А какого эффекта? Ну, например, нераспустившегося живота. Ну, знаете, планка – это упражнение в… В дополнение? Как в дополнение лучше его применять, потому что вам нужна динамика. Должны постоянно двигаться. В общем, волшебства нет, и нужен всё-таки комплекс упражнений. Правильно? И сбалансированное питание. Хорошо. Вот как раз о питании, Светлана. Как же начать правильно питаться? Есть ли какое-то оптимальное меню, которое подходит для всех? Понятно, что у каждого свои могут быть заболевания, но вот практически для всех меню, которым могут вот сейчас люди воспользоваться, и уже сегодня или завтра начать питаться немного лучше. Ну, у меня больше посыл, потому что ко мне действительно приходят пациенты с серьёзными уже проблемами здоровья и с достаточно большим лишним весом. И я им говорю на приёме, что меня не устраивают краткосрочные результаты, поэтому если вы хотите посидеть на диете и сбросить что-то лишнее за новогодние праздники, то это вряд ли ко мне. Я всё-таки разрабатываю какой-то новый стиль, образ жизни, и даже всё питание будет не только индивидуальное, но и оно будет приурочено к той физической активности, которую человек выполняет. Если у человека есть цель снижать вес, то здесь тоже очень много нюансов. Кому-то есть мясо вообще нужно ограничить, то есть приём красного мяса. Кому-то, наоборот, нужно есть красное мясо. Но правило всегда одно – это нормальная концентрация белка в суточном рационе. То есть это в зависимости от углеводов и жиров мы можем корректировать, в зависимости от генетики, от заболеваний. Но белки, они всегда остаются в пределах определённой категории. Светлана, вот, например, завтрак, который оптимально подойдёт для всех. Примерно. Так как я достаточно много отслеживаю ежедневных рационов своих пациентов, я вижу, что проблема всегда белка есть, дефициты именно нужного белка. Поэтому даже в завтрак, если у вас есть, вы любите ту же самую овсянку, кашу или любую, то я рекомендую всё равно добавлять небольшое количество белковой пищи. Например, это будет яйцо или творог. Просто творог с бананом, выпить чашку кофе и один бутербродик с маслом и сыром. Это здоровый завтрак или неправильный завтрак? Ну, в моём понимании, здоровый завтрак… Когда завтрак есть, это уже хорошо. Но можно так питаться? Или мне что-то не хватает в этом завтраке? К сожалению, я не знаю вас, да, то есть я не знаю, можно ли вам даже это есть. Но своему пациенту, у которого есть лишний вес, я не могу порекомендовать бутерброд из-за хлеба, в котором есть дрожжи и муковой. А я бездрожжевой хлеб, кстати, в пользу. Мука высшего сорта. Но это уже лучше, потому что… Ну, вообще, производители сейчас молодцы, и даже дрожжи стали заменять там на старорусские рецепты с закваской или, ну, другие ингредиенты. Хорошо. Второй завтрак должен быть? Здесь по ситуации. Кому-то тоже мы смотрим по некоторым анализам, и сейчас есть возможность генетических исследований, которые определяют, нужно ли человеку есть слишком часто. А что можно скушать на второй завтрак? У некоторых промежуток должен быть не менее 4 часов, поэтому иногда второго завтрака и не обязательно, чтобы это было. Если вот хочется человеку, всё-таки нужно же прислушиваться к своему организму, всё-таки до обеда ещё полтора-два часа, а покушать хочется, что можно? Я обычно рекомендую фрукты, потому что вечером они будут ограничены, и, по сути дела, день – это единственное время, когда их можно есть. А ограничения по фруктам есть? Если вы снижаете вес, то ограничиваются бананы и виноград, как продукты, у которых мало клетчатки, и просто та фруктоза, которая есть в этом фрукте, она не связана с клетчаткой, она очень быстро усваивается. Яблоко можно скушать? Можно. А какой должен быть обед приблизительно? Обед тоже должен содержать белковую пищу. Как правило, здесь есть варианты. Это может быть мясо, рыба или творог. Уже мясо можно есть и в виде супа, и можно есть каким-то гарниром или с овощами, но совсем без овощей мясо мы разрешить не можем. Так, вот, опять же, если людям требуется до ужина ещё какой-то перекус, что тогда мы можем скушать потом? Вот здесь очень интересный момент, потому что именно в 4-5 часа дня у нас есть такой промежуток выброса инсулина, это связано с биоритмами, и если вы не поедите в этот промежуток, то тот инсулин, который на пике, он выбрасывается в этот период, он максимально будет активизировать своё действие к 6-7 часам вечера. Если в 4 часа вы не съедите каких-либо углеводов, то, к сожалению, 6-7-8 уже время, когда вы будете очень голодными и, как правило, нарушаете. И можно сорваться. Так что же можно скушать в этот период времени? Время творога – это как раз 4 часа. Ни ранний утро, ни поздний вечер, 4-5 часов. А ужин? Более лёгким должен быть? Здесь всё индивидуально. Но на самом деле тоже последние данные, которые были обнаружены, показали, что по генетике некоторым людям не запрещается есть углеводы вечером, хотя раньше диетологи категорически против были. Сейчас, в принципе, кто-то ест небольшое количество гарнира и тоже прекрасно снижает вес. Хорошо. А вот если всё-таки людям хочется что-то ещё скушать на ночь, вот так и рука тянется к холодильнику, чтобы отрезать какой-нибудь кусочек колбаски, бутербродик, вот всё-таки самое безопасное, что можно? Может быть, стакан кефира выпить? Вот как раз стакан кефира – это не для всех будет безопасно, потому что мы полностью отказываемся сейчас от безжиренных молочных продуктов, и жиры на ночь из кисломолочных продуктов прекрасно усваиваются и откладываются. Поэтому здесь всё-таки я предпочитаю рекомендовать яичный белок как идеальный по усвоению белковый продукт. Ещё может спасти небольшое количество орехов и небольшой кусочек сыра, потому что иногда мы хотим что-то съесть на ночь, чтобы поднять в себе опять уровень гормонов удовольствия, и это нормально, потому что с таким дефицитом витамином D, которым живёт наше население, но вы никуда не денетесь, и всё равно будете немножко в таком грустном настроении к вечеру. Поэтому эндорфины… Либо отрегулируйте наконец-то витамин D и перестаньте ходить к холодильнику, либо небольшой кусочек сыра, где и витамин D, и гормон удовольствия поднимет, то есть можно съесть. Хорошо. Хорошо. Вадим, вы согласны? Ну… Со многим, да. В целом, да. И, конечно же, даже я могу сказать про то, что нужно исключить слишком жирную пищу, сладкое, мучное. Правильно? Ну, никогда не нужно перебарщивать чем-то. Всё полезно, всё в миру. По чуть-чуть? По чуть-чуть, да, конечно же. Если всё-таки съели какую-то сладость, то её всегда можно выгнать с помощью каких-нибудь упражнений, да? Ну, конечно, всегда можно отработать, но желательно до этого не доводить. Не доводить. Не доводить, да. Вадим, вот как раз следующий вопрос. А с чего же нужно всё-таки начать, если человек ходит в фитнес-клуб? Что это должно быть? Кардио? Как постепенно, плавно войти? Человек-новичок? Только первый раз пошёл? А, это не важно. После затяжных новогодних праздников, наверное, любой новичок уже практически. Вот. Я недавно опять вернулась в фитнес-зал. Ну, я в основном хожу с скандинавскими палками на улице, но вот мне стало холодно. Я вот как новичок пришла опять на свою дорожку. Мне вот самое интересное, да, что вы скажете. Ну, во-первых, если мы возьмём в понятие то, что человек умеет приседать, самое базовое движение он может делать. Угу. Если он это не может делать, естественно, идти к тренеру поставить эти движения. Там два-три урока, я думаю, каждому хватит. Плюс-минус. Все по-разному учатся. Но после длительного затяжения, ну, то есть, после длительного перерыва я бы порекомендовал тренировку в фулл-бадди на всё тело. То есть, вы подходите к тренажёру, например, на ноги. Тренируетесь, выполнили подход. Сразу после него гасит кислородный долг. То есть, вы отдышались, идите на другой тренажёр, где работаете уже над спиной. И вот так всю тренировку вы устраиваете. По мере своих возможностей. Вы можете также обратиться к какому-либо тренеру, чтобы он это вам прописал. Но первое время, без больших утяжелений, я бы рекомендовал тренироваться именно так. То есть, можно начать с кардио, с дорожки 10 минут. Затем пойти тренироваться в зал примерно минут 40-45. Тренировку на всё тело. И в конце опять на дорожку на 10 минут. В принципе, хорошо будет. Угу. Светлана, а вот я уже поняла, что вы против различных диет. Да? Но вот всё-таки, если применяешь разгрузочные всяческие дни, фруктовые диеты на крупах, это всё-таки имеет место быть когда-нибудь? Имеет. Потому что, ну, вообще, моя целевая аудитория всё-таки это женщины, причём уже более старшего возраста, у которых действительно нет таких больших ошибок с продуктами питания. Они уже знают здоровые, там, вредные продукты питания. В принципе, иногда приходят с очень, ну, таким правильным рационом, но вес у них не снижается. И тогда что я делаю? Да, то есть я начинаю под контролем, естественно, применять различные методики, чтобы расшевелить обмен веществ. То есть это больше связано с лептиновой системой, немного её активизировать. И вот здесь хорошо работают, на самом деле, не разгрузки, а, наоборот, загрузки. На вот этих загрузках и основаны такие известные сейчас на пике, там, диеты, как кето-диета или аткинская, там, белковая диета, да, кремлёвская. То есть элементы вот этих, этого рациона, да, с повышенным количеством, там, белков, жиров или углеводов могут применяться, в принципе, в общей стратегии снижения веса. Но долго на этом рационе, конечно, особенно без контроля питаться? Как правило, я делаю такие дни не больше двух дней. А в какой промежуток времени их нужно повторять? Если стоит вес. То есть вот, например, человек хорошо снижает вес, у него хорошая динамика, мы её отслеживаем, и вес встаёт. Это нормально. То есть организм, как долго набирал эти килограммы, он так и будет снижать. Вот чтобы выйти из этого плата, во-первых, тут больше психологи, потому что многие как раз съезжаются в этот момент вообще с какого-то питания. То есть питание – это ещё и психологический момент, и они должны идти вместе, правильно? Ну, всё равно. То есть у нас, чтобы поддерживать организм с помощью еды так, как нам нужно, нам нужно съедать, кто-то считал, около пяти тысяч калорий. Это очень много. Но поэтому, конечно, мы применяем различные витамины, микроэлементы и какие-то специальные дни, чтобы хотя бы ликвидировать эти дефициты. Особенно, если женщина-девушка затравлена этими диетами, ни в коем случае я её не посажу на новую диету. Сначала я её накормлю, как следует, а потом уже мы начнём постепенно восстанавливать. Очень интересно. Вопрос такой. Сколько же нужно пить воды? Мне кажется, это очень спорный момент, потому что кто-то говорит три литра в день, кто-то говорит, что должно это измеряться с массой веса. Вот как вы считаете? Давайте, наверное, Вадим, вы как тренер считаете? У меня скучный короткий ответ. Тридцать миллилитров на один килограмм веса. Всё. Так, если я вешу 52 килограмма? Умножить на 30, я не математик, но хорошо, сто пятьдесят шесть, да. Полтора литра? Один литр и пятьсот шестьдесят миллилитров. То есть, у меня есть пациент, он весил 210 килограмм. Я не берусь советовать человеку, который весит 210 килограмм. Я бы не взялся, наверное, за него, как за клиента. Они читают эту формулу. А? Они читают эту формулу. То есть, ваша формула для более-менее здоровых людей? Я скажу, да. Для большинства людей 30 миллилитров на один килограмм веса. Вот так. Угу. Как я и говорил про… Ну ладно, я не буду дальше дополнять. Это будет грубо. Светлана, что вы скажете на этот счёт? Ну, я долго изучала эту тему, потому что, ну, всем интересно. И интересно, потому что, ну, много споров. Да. То есть, один говорит так, другой говорит по-другому. Я… В противоположном мнении я не даю эту формулу. Потому что я считаю, что… Даже не я считаю. То есть, было проработано очень много научных данных, которые показали, что если человек пьёт слишком много воды, то у нас тормозится процесс сжигания жировой массы. Потому что процесс сжигания жировой массы – это углекислый газ и вода. Поэтому организм начинает… Ну, смысл, если переизбыток этой воды. К тому же, вымывание солей, микроэлементов, которых и так нет. Поэтому я останавливаюсь на полтора-два литра. Это всё, что нужно. То есть, независимо от веса. Можно тогда немножко… Можно. Можно, Вадим. Можно. Я очень люблю дискуссию. Чаще всего, люди, которые ко мне приходят, я им советую пить, ну, допустим, воду. Ну, грубо говоря, девушке нужно пить 2 литра 200 миллилитров. Она пьёт от силы пол-литра. Естественно, первое… Ну, когда я ей посоветовал пить 2 литра 200 миллилитров, она начинает пить, она начинает отекать. И… Потому что у неё переизбыток воды как раз-таки. На что я, как бы, ну, всегда советую прибавлять по чуть-чуть. По 200 миллилитров в день. Примерно 500, 700, 900. И вот так вот до 2 литров мы доходим. Организм за это время успевает адаптироваться и не отекает. По поводу жиросжигания, я считаю так, потому что, наоборот, процессы обмена веществ очень… как это… Ускоряются? Да, ускоряются. И… В общем, я так хочу сказать. Негативных последствий от питья воды в качестве снижения веса за счёт жира не было у меня. И я не встречался в своей практике. Другие негативные последствия – это вымывание происходит. И отекает она не потому, что она начала пить 2 литра воды, а потому что она начала их пить сразу 2 литра воды, то есть стаканами. То есть мы говорим о распределении в течение дня. Лучше пить небольшими глотками. Тогда текание… А воду никогда не сходит. Вот. Но на самом деле здесь… То есть стакан воды сразу не надо выпивать? Нет. Ну, если только утром для того, чтобы нормализовать. Ну, я бы даже сказал, если вы выпили и вам нормально всё, вы негативных последствий не почувствовали, то да, вы можете пить. То есть кто-то может, кто-то… Естественно, двухметровый мужчина выпьет стакан воды и девушка, которая метр шестьдесят, допустим. А вот скажите, какую же ещё жидкость в течение дня мы можем употреблять? Какие напитки? Вот кофе, допустим, сколько чашек в день? Максимум до трёх, по-моему, можно без вреда для здоровья. Ну, нужно сказать, что вода и другие напитки – это разные вещи. Поэтому, когда я говорила полтора литра, я не считала ни один из напитков, которые уже где-то что-то содержатся. Насчёт кофе тоже очень много данных, ну, с радостью. То есть сейчас оправдали, там, это кофеин и кофе. И, в принципе, одна чашка кофе, хорошего кофе, именно без примесей, там, нерастворимого, да, то есть варёного, она профилактирует инсульты, инфаркты. Но здесь есть опять та же самая генетика, которых показывает. Если у вас ген по определённой аллее, ну, как называемый, мутантный, то у вас, возможно, вторая и третья чашка кофе приводят к большему риску сердечно-сосудистой патологии. Поэтому… Лучше не было употреблять. Всё-таки это одна или три-четыре чашки кофе. Можно, в принципе, определить, ну, то есть сдать этот анализ и спокойно уже пить это кофе. То есть, ну, как правило, проявления много. Главное, там, принцип – стакан воды после кофе. То есть это просто для нормализации, потому что… А вот чай, допустим, вреден он или полезен, наоборот, расслабляет? Если травяной чай, то он полезен. Если мы говорим зелёный, чёрный чай, то здесь те же самые правила, то есть не злоупотреблять, потому что кофеин там тоже есть. В зелёном причём больше, чем в чёрном. А чай лучше пить в первой половине дня или можно и вечером? Кому-то, в принципе, вечером не так страшно, если нормальное отношение кофеина с сердечно-сосудистой системой. Что же пить с чаем, если всё-таки люди привыкли пить с конфетками, с булочками? У меня есть знакомая, она отдельно ест конфеты, отдельно пьёт чай. Она как-то разработала эту свою привычку. Я говорю, ну, если я чай пью, значит, я чай пью. И вот у нас, к сожалению, чай – это что-то съесть сладкое, чай особо не важен, поэтому люди не задумываются, какой они чай пьют, вкусный, невкусный. Главное – просто запить сладкое. Поэтому, ну, не обманывайте себя, то есть это правда. Этого делать не стоит, да? Ну, а с чем же? Ну, а вот я иногда делаю, я беру сушёную курагу и выпиваю с чаем одну-две штучки. Так можно делать? Нет, я бы порекомендовала курагу просто как перекус. Чай, кофе, отдельные напитки. То есть чай всё-таки нельзя ничем заедать? Это привычка. Если вы разработаете сейчас, что вы чай пьёте просто так, она вам поможет, когда вдруг будет цель, там, ну, например, ну, 50-ти годов у всех женщин есть цель не набрать вес, к сожалению. То есть чай нужно пить просто отдельно? Просто берём чашку чая, пьём и наслаждаемся. Грустно. Вообще диетолог по-моему. Что же это? Включаем телевизор, смотрим на тортики, булочки. Ну, на самом деле, раньше много пила чая, и когда не работала диетологом, и забрала то же самое, может быть, курягу. Потом я поняла, в чём дело. Я могу съесть курягу или фрукт, но я съем, например, запью водой просто, да, если мне надо. Я перешла на кофе, который я могу пить без всего. Поэтому, как бы, заходя в кофейню, я точно знаю, что никакие пирожные меня не волнуют. Хорошо. Такой вопрос. Похмели, как победить интоксикацию? Потому что, я думаю, что многие, наверное... Давайте послушаем наши советы. Давайте. Да нет, шучу. Мне кажется, можно было панков пригласить, чтобы они рассказали про это. Светлана, что скажете вы, как врач? У меня, вот знаете, я проводила определенное там количество лекций до Нового года, и готовила там, и группы, и на предприятиях выступала. И прямо тема алкоголя зашла прекрасно. На самом деле, закусывать овощами и какими-то там, допустим, если это алкоголь, тоже хорошо, потому что мы таким образом профилактируем. Но проявление основной похмелья – это отёк мозга. То есть, отёк мозга – это как раз таки ещё провоцируется обезвоживание, поэтому все плачевные ситуации у нас – это как раз таки после алкогольного употребления. Мне, как гастроэнтерологу, ну, как бы вообще тема эта давно уже знакома. Что можно принять безвредно? Может быть, там активированный уголь, сколько таблеток нужно для взрослого? Смотрите, если мы говорим, что самая большая опасность – это обезвоживание, густая кровь, тромбы и отёк мозга, то нам нужен мочегонный эффект. Всё просто. Мочегонный эффект – первый обладает простая вода. Пиво? К сожалению, нет. То есть, побольше пить воды – это самое первое? Большое количество жидкости воды, может быть, бульоны, студень очень хорошо от Старбиры, поэтому вот тот заливной там или холодец, который лежал на столе как раз таки после алкоголя… Активированный уголь можно выпить, да? Сколько таблеток нужно пить? Активированный уголь мы больше пьём для того, чтобы спасти наше поджелудочное. Сколько нужно пить таблеток взрослому? Сейчас нет такой рекомендации. Чёрный уголь вообще считается уже препаратом хуже действующим, поэтому сейчас более правильный препарат – это тот же белый уголь, это смекта, поэтому один пакетик смекты или другого адсорбента тоже, в принципе, пригодится. Ну, конечно, лучше такого не допускать, да? Вот мы отсыпались, отсыпались за новогодние праздники, и потом у нас вот этот рабочий ритм, нам не хватает сна, мы не высыпаемся. Вообще, сколько нужно спать вот для нормального, здорового человека? Я отвечаю, да? Да, давайте, Вадим. Ну, я бы, наверное, порекомендовал мужчинам не меньше семи часов спать, женщинам не меньше восьми. Почему такая разница? Не помню, если честно, почему именно такая разница. Женщин какой-то. Да, женщин мы просто больше любим, бережём. На самом деле, я считаю так, всё так же просто, как и с питанием. То есть, питание, вот это, ну, очень много процессов, я Светлана их рассказала, но, мне кажется, она тоже сама понимает то, что, в принципе, всё просто, да? Соблюдаешь определённые рамки, и всё будет хорошо. Вот вы, как врач, допустим, сколько нужно спать организму? Ну, не уточнили, какое время именно важно. Важно это или просто семь будет? У меня была одна москвичка, пациентка, которая убеждала меня. Я такая родилась, мне надо ложиться в три часа ночи, вставать в одиннадцать. У меня и школа так прошла, и работу я такой подобрала, она мне вот это доказывала всю дорогу. При этом лишний вес, проблемы с щитовидкой, у неё всё было. Ну, весь букет, который мы... Хорошо, сколько нужно спать, в какие часы, когда лучше засыпать, когда просыпаться? Ну, вот я могу сказать, что самые ценные часы, это с десяти вечера до двух часов ночи. Вот это самые ценные часы. Как раз те часы, когда я бодрствую. Потому что мелатонин и самоцтропный гормон, они вырабатываются как раз-таки в этот диапазон. В том случае, если полная темнота мелатонин вырабатывает. То есть, если вы легли спать в два часа ночи и проснулись, например, к десяти, в принципе, вы поспали тоже там восемь часов полноценных, да, вы не получили эти гормоны. А мы знаем, что самоцтропный, он один из самых важных в процессе сжигания жировой массы у деток, это гормон роста, да. А мелатонин – это, ну, наше всё. То есть, это вся нервная система, вся, там, память наша. И, по сути дела, сейчас мелатонин очень много исследований по антиэйдж и продлению качества жизни. Хорошо, а если пропущено это время, и если я засыпаю после двух часов ночи, просыпаюсь уже где-то в семь часов утра, а что делать в таких случаях? Выкравить промежутки, поспать немного полчаса днём – это поможет? Ну да, дневной сон сейчас, ну, как бы тоже, вот я всё-таки основываясь на научных исследований, мне показалось, что дневной сон, он достаточно много пользы приносит. В какое время лучше это сделать? Ну, здесь сложно сказать, здесь, наверное, таких нет рекомендаций, но имеется в виду даже 15 минут дневного сна – это реально очень хорошо подзаряжает, ну, как бы… Светлана, а вот ещё такой момент бывает. Бывает, в обед покушаешь, и тебе сразу хочется спать. Вот можно ложиться в этот период, когда тебе прям хочется спать? Или это, может быть, наоборот, откладываются жиры, нужно на промежуток времени выдержать? Ну, я посоветую прислушиваться своему организму почаще, если он говорит, хочу… Значит, нужно ложиться спать хотя бы на 15 минут. Ну, на самом деле, либо вы переели, весь кровоток ушёл просто в желудок, да, и мозг остался без кровоток, либо это недосып хронический. Но вообще, если получается вот выкроить 15 минут достаточно… И не зря же вот в Японии у них даже там раскладушки в офисах, ну, потому что, ну, в принципе, это помогает. И вы себя чувствуете по-другому. Если вы спите там 2-3 часа днём, потом вы, конечно, как… Состояние такое, да, слишком уже много. Да, Вадим, что вы пожелаете нашим зрителям? Я пожелаю всем, в первую очередь, не болеть, попробовать полюбить фитнес, попробовать заняться собой, ну, и, конечно же, прогрессировать в своих тренировках, также наладить культуру питания, что в России, если честно, я считаю, только начало приходить. Сейчас это стало модно, и это хорошо. До нулевых годов этого, к сожалению, как-то не было. Все мы росли немножко на других правилах, поэтому мы сейчас исправляем ошибки. Вот. Оставаться здоровыми, пытаться больше улыбаться в нашем городе. Да. Светлана? Ну, я хочу пожелать тем людям, которые очень много раз пробовали снижать вес, не бояться. То есть, всегда есть решение, всегда есть механизм. То есть, просто нужно понять, познакомить своим организмом, не нужно его наказывать за то, что вы переели в новогодние праздники, сажать его на строгие диеты или вступать в какие-нибудь супер там активные марафоны. Спланируйте все, найдите там фитнес-клуб, то, значит, там, куда вы будете ходить годами. Не покупайте месячные абонементы. Если вам это не подходит, найдите другое решение. То же самое с питанием. Если вам не нравится овсянка по утрам, но есть сотни вариантов другого завтрака, которые вам подойдут. Поэтому, меньше бояться и думайте о долгосрочном результате всегда. Хорошо. Я хочу пожелать вам всем счастья, здоровья в новом 2019 году. Пусть все ваши мечты и желания обязательно сбудутся. А мы с вами увидимся в следующей передаче на Ульяновской правде. С вами были Светлана и Вадим, и я Алла Дворецкова. Пока-пока и до новых встреч.